Десятый год на пенсии, а повода заглянуть к молодым коллегам, ветеран следственных органов и почетный работник прокуратуры России Борис Иванов, никогда не упустит. В 79-м году молодой выпускник ЮРФАКа ЛГУ по распределению попал в прокуратуру Выборга. Начинал с работы стажером и помощником прокурора. Перестройку и 90-е годы застал в должности следователя. Дослужился до заместителя прокурора Выборгского района. Говорит, на выбор профессии повлияло юношеское увлечение литературой. А вот не знаю, может быть сначала Дгарпо и Канадоль. Потом, кстати, майор Пронин, про которого много очень рассказывали, разговаривали. А книгу мало кто читал. Ну, поначалу Погоня и прочее. Потом уже с возрастом как-то Погоня отошли на второй план. А больше уже работы головой. Многие свои дела Борис Иванов помнит в мельчайших деталях. Например, в середине 80-х расследовал редкое по тем временам заказное убийство. В протоколе осмотра места происшествия у меня записано, я это отметил специально, что на подоконнике стояла свежевымытая влажная еще мясорубка. Приходим в эту квартиру, проводим дополнительный осмотр, изымаем эту мясорубку. Потом впоследствии нам эксперты говорят, да, совпадают следы на теле вот с этой мясорубкой. Позже выяснилось, мужчину заказала его же супруга. Интересных историй добавляла и близость к государственной границе. Так, в середине 80-х при попытке нелегально бежать в Финляндию, в Выборгском районе был пойман военный генерал из Афганистана. Лихие 90-е – отдельная эпоха. В 90-е, конечно, работа стала, ну не то, что больше, а в десятки, в сотни раз. Были периоды, когда мы просто-напросто целыми сутками, единственное, что делали, выезжали на места происшествия. Сначала на одно, с одного вернулся на другое, потом на третье, на четвертое. Только успевали оформлять протоколы осмотров и практически назначать только экспертизы. Все, больше ничего не успевали. Некоторые преступления того времени не раскрыты до сих пор, поэтому Борис Аркадьевич и навещает преемников. Хочет даже проводить свои семинары для молодых специалистов. Поделись бы своим опытом и об отношениях с криминалистами, об отношениях с экспертами, с судмедэкспертами, об отношениях следователей, оперативных работников. Не всегда, что опера, что следователь понимает, что работать порознь нельзя, невозможно. А если надо, может преподать и мастер-классы по актерскому мастерству. 15 сезонов подряд Борис Иванов отыграл на сцене Выборгского народного театра под руководством режиссера Бориса Фурне. Невольно вспоминается «Берегись автомобиля». А как здоровье племянника? Какого племянника? Любимого. Уильяма нашего Шекспира ставили и в Выборге. В спектакле «Ричард Третий» следователь Иванов оказался, что называется, по другую сторону баррикад. Я пришел в народный театр, мы вдвоем пришли, еще с одним милиционером. Ну и получилось так, что мне досталась роль первого убийцы, ему досталась роль второго убийцы. Мы вдвоем приходим и убиваем одного из действующих лиц. И вот после спектакля кто-то из наших, вот из этих театралов, написал такой стишок. «Ищите хоть в Москве, в Лондоне, ищите хоть в Улан-Одэ, убийцу вы лучше не найдете, чем наш дуэт из МВД». Семья к плотному графику относилась с пониманием. Супруга прекрасно знала, за кого она выходила замуж, говорит Борис Аркадьевич. И испытание непростой работы Чита Ивановых выдержала. Вырастили дочь и этим летом отметили 28-ю годовщину совместной жизни. Редактор субтитров А.Семкин